И всё перед ребят, с вами мистер Маньки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящённый открытию контейнеров. У меня как и в прошлый раз, как и в прошлом открытии, накопилось целых 90 контов. И сегодня вместе с вами мы их как всегда откроем, посмотрим, может быть что-то интересное из этого открытия мы увидим. Кто посмотрел предыдущие, я не знаю какой он по счёту был видос, но тот может быть уже видел, что вот этот вот замечательный Гаусс XT мне выпал с первого, просто с первого ультра контейнера за особой миссией. Если кто не видел тот видеоролик, обязательно перейдите, посмотрите реакцию хотя бы. Это было жёстко, я был очень удивлён, что такое вообще в принципе падает, поэтому надеемся на то, что что-то интересное сегодня мы увидим с контейнеров. Для всех тех ребят, которые ждут открытия и хотят их видеть чаще, обязательно не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, если вдруг этого ещё не сделали. Ну и конечно же, если у нас будет хорошая, замечательная активность, то совсем скоро выйдет новый видос с открытием. У меня уже на мультах по 40, по 40, на каждом мульте уже по 40 контейнеров. Это значит, что в любой момент это открытие может выйти. Всё зависит от актива. Так, ну и посмотрим. Я думаю, что многим интересно, что мне здесь вообще может дропнуть. Да, в каком количестве. Осталось 22 краски в золотом свечении. Осталось 10 красок в фиолетовом. И 22 устройства на корпус. Из всех этих устройств на корпус вы знаете, какое я хочу больше всего. Если не знаете, то это арес с поджогом, иммунитетом. Ну и всё остальное, в принципе, я, наверное, так сильно не хотел бы видеть. У меня хоппер на иммунитет от пробития упал. Здесь остался только иммунитет от поджога. Но иммунитет от поджога на хоппер. Я бы, наверное, сказал, что это не то, что я хотел бы. А вот аресик! Аресик с иммунитетом от поджога. О, какая бы жёсткая темочка бы залетела. И сегодня бы мне он бы дропнул. Можно было бы сразу видос на канал лепить. Ну и здесь у меня ещё есть затонкойны, да, если я не ошибаюсь. Краски. 9 штук. Не спрашивайте, пожалуйста, у меня, почему я их до сих пор не купил. Не хочу, просто не хочу. Пусть они падают, пусть падают, пусть падают. Пусть падают сами. Поэтому начнём открывать. Я не знаю, что у нас сегодня по тактике. Будем, наверное, экспериментировать. Открывать разными способами. Посмотрим, сколько кристаллов нам дропнет. Давайте, кстати, запомним число. 700. Ну, пусть будет 710 тысяч, да, 710. У меня десятка сейчас уже упала. Ну, если быть точным, 715. 715. Ну, я, наверное, забуду ближе к концу видоса, что у меня было 715. Ну, ладно. 2 уже открыли. 3, будем, наверное, чередовать на пятёрку, тоже обращать внимание. Сейчас попробуем 5, посмотрим. Может, что-то сейчас хорошее дропанёт. Возможно. А может и нет. Но только не 5 белых, please. Но это была плохая пятёрочка, поэтому ещё одну. Пятёрка, которая заканчивается на зелёном, это плохая пятёрка, сразу говорю. Это плохая пятёрка. О, ну вот и краска одна. Оп. Устройство. Иммунитет. Шипучка. Ну ладно, красочка упала. Окей, хорошо. Это уже неплохая была. Можно единичку попробовать немножко пободрить. Оп. Ещё одна краска. 20 танкоинов уже упала. Неплохо. Неплохо. Я думаю, что эти все краски мне дропнут сами по себе. 25 тысяч кристаллов. 5 голдов. 10 кристаллов. Хорошо падает. Пока что. Относительно. 5 голдов. Не могу поймать стрик из белых, поэтому пока единичку бодрю. Ещё одна краска. Три краски уже. У нас тут всяк батареек. Не могу поймать стрик. Это плохо. Если не ловится стрик, то большой шанс того, что не будет хороших свечений. Не будет хороших свечений. Но вот пошёл стрик. И четвёртый. Краска США. Так, ну и уже 40 танкоинов, можно так сказать, засейвил. Для кого-то это, конечно, бред. И многие мне это говорят, что лучше так не делать. Но вы знаете. Я считаю, что лучше так. Второе фиолетовое. Это просто ужас. Какое облегчение конструкции? Ну какие? Какие облегчения на диктатора? Ну зачем мне они вообще нужны? Ну для чего? Просто расскажите мне, для чего мне вот это вот устройство? Я в шоке. Честно, я в шоке. Это бред. Это бред. Так, кристаллы начинают падать. Кристаллы это хорошо. Но это, наверное, не то, что я хотел увидеть. Так, пока единичка сегодня вообще ничего не даёт. Если пятёрка хоть что-то даёт, единичка не даёт вообще ничего. Алжир. Десять голдов. Ну и фиолет, пожалуйста. Хорошо. Но. Гречка. Гречка это та краска, которая была за лютое задротство. За лютое задротство год назад. Вроде, если я не ошибаюсь. И тогда я решил, что она мне нафиг не надо. Ну и в принципе, один контейнер, можно так сказать. И вот та краска. Поэтому я считаю, что в принципе норм, да. Так, ну здесь не обновилось, да, пока что. Я так понял. Не знаю, как делать так, чтобы она обновилась. Наверное, надо полностью в танки перезаходить. Ну ладно, тридцать осталось ещё. Ещё тридцать осталось. Ни одного золотого. Ни одного золотого, поэтому я открываю пять. Я открываю пять. И вижу пять белых, да. Да, вижу пять белых. Открываю вторую пятёрку. В надежде увидеть не пять белых. Зелёная. Синяя. Ну и надеюсь фиолет. Фиолет. Взрыв лайма, кстати. Красиво выглядит краска. Но, наверное, не то, что я бы хотел видеть. Поэтому давайте пятёрку ещё попробуем. Не знаю, сработает мой план или нет. Но, скорее всего, нет. Но, может, шанс есть на фиолет. Хотя бы. Фиолет. Нет. Не сработает. И, ну, может, сейчас. Второе зелёное. Третье зелёное. Четвёртое зелёное. И пятое зелёное. Опять не сработало. Стрик пойман печальный. И, походу, на этом печальном стрике мы сегодня и закончим. Три белых. Пятёрка. Пятёрка. Зелёное второе. Третье зелёное. Четвёртое зелёное. Пятое тоже, да, зелёное. Да. Ну, три дня према, типа. Два конта. Два по одному. Два по одному. Ну, как-то так. Как-то так. Как-то так. Я не скажу, что... Что, что, что. Как-то годно упало. Попадали краски. Четыре или пять. Красок по кристаллам плюс сто. Получается семьдесят, да. Сто семьдесят тысяч. Сто семьдесят даже чуть больше, чем сто семьдесят. Ну, пусть будет сто семьдесят, да. Одно устройство на корпус. Всего лишь, да. Две краски. Или три краски. Вот это упало. Это и упало. Две вроде, да. Вроде две краски упало. Ну, такое. Такое, что я могу сказать. Если сравнить это открытие с предыдущим открытием, то это небо и земля. Здесь мне не падало так круто. Не так жестко. Но бывают и такие открытия. Не всегда должно падать безумно большое количество фиолетовых свечений. Безумно приятные какие-то краски в золотом. Да, сегодня ни одного золотого, к сожалению, не было. Поэтому как-то так. Ну, и возможно, это еще как-то связано с тем, что сегодня мне с ультраконтейнера упало тоже красное свечение. Поэтому, может быть, как-то там стрик или шанс как-то пофиксился сразу автоматически. Или еще что-то произошло. Не знаю, как это связано, конечно. Но, возможно, есть какой-то в этом плане прикол. Ну, едем дальше. Надеюсь, что выбью я все-таки в ближайшее время замечательный иммунитет от Ореса. Потому что, ну, это, наверное, то самое устройство, которое я бы хотел выбить. Шанс, конечно, пока что на него, сколько получается, 5% где-то. Где-то около 5% шанс. Он очень, да, даже меньше. Почему 5, если еще краски добавить, то там процент где-то 3. Но я буду надеяться, что в ближайшее время я его увижу. Краски эти, понятное дело, что они сами себя там добьют. Зато тонкойны я их покупать не буду. Ну и будем надеяться, что золотые красочки тоже потихонечку-потихонечку начнут нам дрогать. Тут такое-то открытие у нас получилось. Все, нам понравилось. Если вы хотите видеть чаще. Открытие, ведь совсем скоро еще у меня придут контейнеры. А там уже и челлендж новый не за горами. Может быть, там еще и супермиссии какие-то подъедут. Плюс еще конты. То прожимайте лайки. Я думаю, что при хорошей активности можем очень быстро влететь с новыми открытиями, с новыми интересными видеороликами. Как-то так, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел до конца данный видеоролик. Если вы таким являетесь, то можете, в принципе, написать в комментариях какое-нибудь ключевое слово банка. Там, лох, например. Я буду для себя понимать. Что вы внимательно слушайте и смотрите до конца. У меня на этом все. Всем спасибо. Всем удачи. И всем пока.